парни привет хорошая у нас новость я стал официальным представителем пленки solar guard в крыму вот могу теперь этим гордиться теперь через меня можете заказывать пленку solar guard некоторые позиции есть здесь в крыму отправки могут делать без проблем там транспортными компаниями автобусами короче если нужно будет пишите в любом случае договоримся и найдем компромисс как это сделать значит сегодня сегодня мы тонируем новенькую skoda rapid пленкой solar guard премиальной серии hp титанум титанум 6 процесс работы я думаю тут rapid такой не сильно сложно но я все равно покажу лекала у нас уже есть толком нечего показывать давайте покажу просто как работать со скобами как я буду формовать эту пленку стекло здесь не не сложная но все же вот давайте тонируем сами значит ребят посмотрим какие нюансы могут быть по работе с этой машиной значит здесь у нас машина новая нам повезло что машина новая значит тут вот эти вот бархатки да вот тут видно сами понимаете если машина это не новая то сколько в этих бархатках может оставаться пыли то есть тут вымывая него не вымываясь с каждым пшиком воды оттуда водичка будет идти вместе с частичками пыли вот но тут как как не троню значит в идеале пока еще машина не замытая пока еще ничего не сделали в идеале все эти моменты обклеить скотчем ну в нашем случае машина новая и я думаю сейчас не будем заморачиваться со скотчем и просто аккуратненько и туда занесем вот задние сиденья стараемся укрывать чтобы все было не наляпать на сиденье не накапать полку укрываем так же само вот сейчас алекс производит замывку уже произвел замывку заднего стекла намазал его шампунем johnson's baby теперь ждем пока ну шампунь высохнет и я буду формовать пленку на на сухую хозяин этой машины машина новая сказал что хочет затонировать так чтобы не снимались карты двери совершенно потому что иначе она типа спадет с гарантии мы сказали без проблем у нас есть скобы клик-брейс с которыми мы сейчас быстренько и легенько справимся с этой задачей так чего начинаем тонировку забревания а здесь на стенде значит идем введем выкладку увлекал значит клиента хотел наклеить сюда и лобовую полоску болен конечно хреново лобовая полоска в данном случае пленочка ведь и новенькая выложил бы сюда второе стекло и получилось бы как раз нормально там форточки бы вместились нормально было здесь нужно сделать и лобовую полоску то есть если вы уже 2 стекло и начну лобовую полоску оттуда будет будет тоже перерасход значит вот эти два стекла боковые в принципе влезут в полтора метра но у нас на эту машину идет расчет полтора метра значит нужно можно таким пожертвовать сюда вставить и лобовую полоску сюда полосу сюда ставим а сюда ставим стекло вот этот кусок у нас останется так парни вот еще одним из условий работы с кликбрейс является то что нужно боковые стекла формовать я советую формовать практически все стекла неопытным формовки да и меня вообще тоже желательно было бы формовать по одному стеклу вот так типа я шепотный буду пробовать формовать сразу две пленки нагреваем фен на нахималочку не формую ну в принципе тут вопроса каких-либо там по формовке не возникает потому что это я заднее стекло но любое стекло вяжет прям как не буду делать сравнение кто как вяжет а то у меня какая-то фантазия бурная но вот там две пленки отформовались в идеале это для того чтобы потом козлы не лезли когда мы со скобами закинем пленку для того чтобы не лезли козлы что там не приходилось их доформовать ну я не знаю мне кажется любое стекло все равно любое боковое стекло все равно немножко иметь какую-то сферу ну кроме жигулевского да или нам наподобие жигулевский так что лучше формануть выездили хорошенечко везде чуть скобы отогнули чтоб под скобы водичка туда прошла такие ясные резинки жесткие придется накидывать в лохалочку сразу две пленки взял а то думаю что это такая чересчур плотненькая так вот сначала закидываем угол идем его сюда краю низ весь засунут так как у нас вверх вот так тоже закинул вроде бы влазиться да скобы могут быть немножко упираться в стекло я просто беру убирают эти резинки со скоб и скобы уже в стекло не давят и тогда пленка очень легко проходит да понимаете когда резинки натянуты скоба вот так стыд и она давит как будто в стекло когда расстояние вот это вот между стеклом и скобой где она не давит пленка прошла по всей плоскости я скобу отгибаю то есть убираю резинку скоба становится в нормальное положение пленка тогда уже нормально дальше проходит если мне нужно то есть вот это я думаю такие моменты из таких моментов я буду собирать мануал потому что тяжело наверное будет взять и и сразу с первого раза все именно так все эти моменты тонкости описать но из таких моментов я буду собирать мануал и те кто уже скобы купил ребята скиньте из этом какой-то нам видео обзор или или фото обзор как вам что как вам понравилось поднимаем стекло со скобами сколько здесь стоят вот скобы здесь стоять резинки отпущены то есть скоба не давит на стекло тут есть вот место спокойно чтобы они ходили так просто взял сделала их немножко отогнул стекло спокойно поднимается вот ничего тут нигде не царапается в картах тут все ну стоит короче не знаю вот и сейчас так сама ли сюда буду выгонять чтобы скобы стояли когда выгоняешь тогда можно каким-то тоненьким ракетом и себе сделали ракет из из белого тефлонового сами с ним полгода игрался в чилову сделал таким тоненьким и удобненьким покажу что мы формовали у вас да такой некий козельчик сумочки все постри нет для таких дел из белого тефлонового ракета сделали вот такой но он его сточил его по всей плоскости теперь вот такой остался гибкий прочные и вот уголочки ну короче вообще четкие и вот такой заказывали тоже в solar garden это не то что вы ребят ребят те кто пробовали такой контюнер но китайский и он не мне понравился возьмите себе нормально американский контюнер solar guard россия руб сайт ссылочки в описании будет я в это небо и земля это действительно офигительный вот и на крутой ракет это не не подъемка китайская дешевая вот такими тоненькими ракетами выгоняю здесь все пока сверху верно подняли нет надо было обид посильнее его проверить ничего страшного вот для таких уделов что козлы бывают что только такие физические старайтесь всегда пленку ставить стоя для формовки как как и заднее стекло тогда будет нормально давай посмотрим как как доставать скобы вот стекло поднято чтобы достать до скобы я ее прижимаю как бы к себе что пленки она не касается я вот хлоп покажи вот отсюда момент вот я не касаюсь пленки совершенно достаю ее также сам старая я ее вот отогнул видно что-то отогнулась я чисто внутренней стороной тру по бархотке вот этой вот и все достал то есть без проблем остался небольшой козельчик теперь его маленьким крючком я забил и и все будет ну чётенько сюда стекло вымоем вытрем ну и так действительно нет машина новая там 295 километров на спидометре но пыльная было но все равно нет нет в углах не точечек не пылинок все четенько оттенок но оттенок на улице мне кажется будет виден с этой машины оттенок это пленки будет просто шикарен просто шикарен две маленьких ну такие тут вообще даже не точечки не выгоняться вот так оттенок четенький клеем форточку ага лайнер подготовили прыгаем немножечко такой лайнер очень плотно прилегает к пленке не освоится теперь аккуратненько вот так вот как бы сверху вниз закидываем пленочку ну вот видите да и мы тут совершенно ничего не подрезали не не подрубывали не вставляли проводочка короче все все естественным путем аккуратненько вставим смотрим на зазорчики смотрим там где пленочка убирается корректируем ее вставим ну и и и и и и и и позвонил телефон все бросил побежал так вот форточка еще не докатал кстати очень удобный форточка хракель я думаю видно как он тут прям прям идеально заходит ну вот форточку таким путем закатали ничего тут не разбирали не подрезали вот да тут есть да такая маленькая пылинка но наша закатается прям я еще не разглаживал ну блин четко и оттенок именно ее будет будет бомба ребят ну пришел пришла очередь формовки заднего стекла вырезали положили на стенд высушили здесь намылили шампунем johnson's baby высушили это теперь делаем вот такие теперь делаем такие тела движения мокренькой губкой делаем одну полосочку и накидываем пленку блин вот она по оттенку даже схожи с цветом этой машины вообще цвет будет просто шикарный вместе с машиной сюда в комплексе будет смотреться устанавливаем пленочку так как мы вывязали поликаву желательно ее немножко растянуть такая пленка достаточно не могу сказать что толстая она такая чуть тоньше чем допустим sun control но она как сказать вот как вязчая эластичнее как сравнить вот винил с полиуреталом примерно что-то такая приятная приятная очень на ощупь берем ракет желательно золотой начинаю формовать будет это формуется стекло конечно очень простое толком и не поймешь таким вот формует но а 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 до самого верта без проблем так же самое здесь снизу все формовано достаточно интересно пленкой формовать прям очень эластичная не было ни одного намека на залом или на какую-то непонятную складку все достаточно интуитивно она разложится интуитивно ее формуют ну теперь как обрезаем вставляем такую штучку да верхний угол почти с ножичком с ножичком в принципе долго так не прикольно нужно попробовать это все прессовывать маркером и делать делать ножницами я думаю это будет быстрее накидываем заднее стекло на рапиде научился я уже получается с лайнером здесь в горло смотрите даже заранее лайнер не подготавливал а просто понял как ему нужно взбивать его как бы ногтем у него встает вот тык-тык или пальцем встает и все лайнер нормально отходит за краюшок аккуратненько чтобы было удобнее можно в одну ногу в багажник залезть вот уложил вверх а теперь начинаю двигаться вниз по центра краям все теперь двигаю как надо по блин нет что праки взять да ну ладно короче все уложил смотрю как она у меня лежит сверху снизу везде чтобы зазоры были правильные одинаковые и выгоняем водичку задумаю уже где мыло все видели как уже выгоняли водичку так сначала я вот таким легеньким да унгером все это разглаживаю потом потом уже можно будет дожать уже чем-то плотнее ну чем-то это блюмаксом кто там пользуется блюмаксом у меня подобие блюмакса тоже синего но вроде не блюмакс корейский бен без названия но работает покупал его у гены у гены из ростова давно уже работает все и такой неплохой и теперь выгоняем уже на по жесткому достаточно сильно надо прижимать плотненько все затонировали можно сказать заднее стекло а уже а еще лобовая полосочка осталась ну вот получилось как шикардосненько ага вот еще козлик остался сейчас мы его догреем уберем ну выгоним машину на улицу в дальнейшем посмотрим выгоняем из бокса этого рапида хотелось чтобы сразу наблюдали через заднее стекло насколько насколько прозрачная пленка насколько через нее хорошо видно сейчас выйдем и покажем все поближе в дальнейшем Субтитры подогнал «Симон»!